Здарова, я Вульпес. Сегодня я расскажу тебе про такую игру, как Дивинити 2 Эго Драконис. Или же, как её у нас обозвали локализаторы, Дивинити 2 Кровь Драконов. Сразу скажу, что в предыдущие части я лично не играл. Но специально для тебя я перелопатил несколько википедий по игре, и вроде как разобрался, в чём там был замес. Это необходимо для дальнейшего понимания сюжета нашей игры. Значит, слушай внимательно. Действия игры происходят в мире, который называется Ревелон. Задолго до игровых событий существовала древняя раса Вечных. Они там жили, поживали, не старели, Вечные всё-таки. Технологии развивали, магию и, в общем, были аналогом древних укров на нашей с вами земле. Но в какой-то момент произошёл ряд событий, в результате которых Семеро Вечных получили Божественную Силу, а остальные получили по шляпе и куда-то там пропали. Что конкретно там у них произошло, нам сейчас не очень важно. Эти Семеро новоиспечённых башков создали по своему подобию шесть рас. Почему не семь? Потому что один из богов, а точнее богиня, решила, что она не такая, как все, и стала покровительствовать всем магам, неважно какой расы. Так появились люди, гномы, эльфы, орки, импы и фури-рептилии. Почему бы и нет? Перенесёмся на кучу лет вперёд. Примерно за 1200 лет до событий нашей игры в мире царил разлад. Боги уже давно никак себя не проявляли, а расы воевали между собой. И тут при помощи группы фанатиков, именуемых Чёрным Кругом, в мир приходит ужасное зло. Повелитель Хаоса. Он терроризировал Ревелон продолжительное время, и чтобы угомонить этого негодяя, посланники Семи Богов отдали свои жизни, сотворив великую магию, что остановило хаос. Спустя ещё тысячу лет, Чёрный Круг опять восстал и начал бузить. Призвал в мир на этот раз уже демона лжи. Снова был собран Совет Семи. Они там провели ритуал и превратили избранника богов в настоящего божественного. Посредством этого самого ритуала. Имя этого божественного – Люциан. Люциан быстренько наказал всех, кто чинил раздор. Умертвил демона лжи, но в момент своей победы обнаружил младенца, который был земным воплощением этого самого Повелителя Хаоса. Убить ребёнка он так и не смог, и решил взять его в сыновья, чтобы было кому мусор из дома выносить. Назвали его Дамианом. Но в какой-то момент Малой подрос, и у него заиграли гормоны. И он влюбился в ведьму из того самого Чёрного Круга по имени Игерна. Этот Чёрный Круг, видимо, вообще истребить невозможно, потому что на протяжении тысячи лет его вырезали все, кому не лень, а они всё равно продолжают чё-то делать. Ну, в общем, Игерна это вдохновила его принять свою настоящую судьбу злого злодея, и разгневанный Батя, узнав обо всём, убил эту самую Игерну. Дамиан же, в свою очередь, обиделся и решил делать месть. Целая война там вспыхнула между Ревелоном и Дамианом с его армией, и в результате одной из битв Батя умудрился заточить своего сына в ином измерении. Но Дамиан не лыком шит, и в другом измерении он усиленно качался, и в конце концов сумел вырваться, став ещё сильнее, и начать очередное вторжение в Ревелон. Война длилась долгие годы, и армия Ревелона, чтобы не сдавать позиции, объединилась с пламенными рыцарями, такими людьми-оборотнями, которые могут превращаться в дракона и обратно. В ходе финальной битвы один из пламенных рыцарей убил Люциана, что повлекло нехилую неразбериху. Но Дамиан в конце концов отступил, так как решил, что раз Батя мёрт, месть его закончена, и можно пойти отдыхать. Люди же создали Орден Охотников на Драконов, чтобы уничтожить всех пламенных рыцарей, в месть за убийство своего божественного. Ну это в общем-то и всё, за бэк я пояснил, и теперь мы можем приступать в самой игре. А начинается она с экрана создания персонажа. Настройки не очень гибкие, выбор прически, бороды и нескольких видов лица, зато есть возможность выбрать голос. Что, страшно? Что, страшно? Что, страшно? Сколько я не кликал в редакторе, ничего приемливого так и не вышло. В результате мы имеем Охотника на Драконов, с пустым взглядом идиоты, и недельный щетиной запойного алкоголика, что в принципе не так уж и плохо. Я назвал персонажа своим никнеймом, но для простоты будем звать его Славик. Мы на огромном дирижабле пребываем в посёлок городского типа, под говорящим названием Светлые, что является по сути обучающей локацией, где нам расскажут про основные механики игры и обучат управление. Из диалога с мастером Райной узнаем, что мы являемся никем иным, как новоиспеченным охотником на драконов. Словно настоящий ведьмак, мы проходили подготовку с юных лет, и теперь пришло наше время пройти ритуал посвящения и стать полноправным членом ордена. По пути в деревню я решил опробовать свои навыки кулачного боя на мирно пасущихся на полянке кроликах, и был приятно удивлён способностями Славика. Уже в начале игры мы умеем подлетать на несколько метров в воздух и впечатывать противников в пол. Жалкая шваль! Блять, да как так, ёбаный вродь! На входе нас встречает добродушный привратник, который направляет нас к местному архимагу Моргане, чтобы начать прохождение ритуала. У водопада тебя ждёт Моргана. Разыщи её, и ты поймёшь, зачем ты здесь. Пинками попармив курицы, поболтав с местными обитателями, добираемся до места назначения. Моргана силой мысли наделяет нас памятью драконов, что даёт нам ряд бафов в виде красивых глазок цвета серебра, которые дают возможность видеть призраков, и резисток драконьей магии порабощения сознания. Но при этом мы теряем все приобретённые за года обучения умения и знания. К сожалению, это необходимо для того, чтобы мы просто не сошли с ума от памяти драконов, потому что неподготовленный человек этого испытания попросту не выдержит. Теперь мы можем видеть призрака, с которым Моргана беседовал до нашего прихода. Ну что с тобой? У тебя вид такой, как будто ты призрака видишь. Зовут его Атанур. Он поясняет нам, что души людей в этой вселенной после их смерти отправляются в некий чертог отражений. Но если у души есть незавершённое дело, то она может застрять в этом мире. Атанур, например, не обрёл покой, так как не познал всех тайн алхимии. Дальше Моргана посылает нас к наставникам, чтобы мы могли выбрать себе игровой класс. Тут ничего интересного. На выбор нам дают мага, лучника и воина. Двигаемся дальше. По дороге к наставникам я заглянул к торговцу, который, судя по тембру голоса, продал кому-то свои тестикулы. Что я слышу? Это звон новеньких золотых. Желаешь что-нибудь прикупить, охотник? Также мне встретился местный иллюзионист, специализирующийся на смене внешности. От такой возможности я не отказался и немного подкорректировал щетину плавика. Ну вот, теперь все местные доярочки мои. На мосту меня гупстопнула ещё одна барышня и дала указание срочно о чём-нибудь подумать. Я подумал о том, что она выглядит так, будто на неё наложили все фильтры для коррекции лица одновременно. Но вы посмотрите, не бывает таких людей, у неё б ни одной морщинки на лице. Выяснилось, что она читала мои мысли, что было достаточно неловко. Каждый охотник на драконов, помимо серебряных глаз, должен обладать ещё и умением читать мысли, чему она нас и обучает. К слову, я сразу же попытался прочесть её мысли, но обосрался. Хорошо понимаю твоё любопытство, но даже Моргана не может прочесть мои мысли. Вылезай из моей головы. Чтобы всё-таки опробовать наш новый навык в деле, проникаем в сознание знакомого нам уже торговца. И узнаём, что мерзкий капиталюга, являясь по сути своим монополистом в этой деревне, жутко задрал цены. Как представитель рабочего класса указываем буржую на его наглость и получаем скидку на товары. Но денег нам всё равно ни на что не хватает, так что в этом не было никакого смысла. Мастер бесконтактной пластической хирургии же отличается весьма прогрессивными мыслями. Хм, интересно, кем быть веселее? Мужиной или женщиной? Даже не знаю. Выбрав один из классов, движемся к полю боя. Доступ на которые любезно нам предоставила воительница в доспехах из алюминиевой фольги и швабры на голове. Она же наспавнила там гоблинов, для того чтобы мы могли опробовать на них выданное нам оружие. Орудовать луком мне не очень понравилось, а магия дело не мужское. Так что я остановился на классе воина. Кстати, прочитав мысли привратника, я узнал, что сундук в кустах является его тайником, а ключик от него спрятан в котелке, как раз на поле брани, куда я направлялся для проверки выданного мне меча. Перебил гоблинов, подобрал ключик. И запрыгнув на валун, нашел книжку на дополнительное очко характеристики. Полезная вещица. Как истинный благородный охотник на драконов, я обокрал тайник в кустах и направился к Райне, так как светлым для меня занятий уже не осталось. Не успев сообщить ей о своих успехах, узнаем, что во Сколье объявился дракон, и нам срочно нужно отправляться. К слову, посвящение наше еще не закончено, и поэтому мы рискуем сойти с ума от памяти драконов. Но Райне на это насрать. Что поделать, дракон важнее. Прилетаем на нашем шикарном дирижабле в Сколье, где Райна сразу же раздала всем поручение. Нам, как самому неопытному, досталась задача опросить местных жителей о драконе и прийти с информацией в казармы. Местная деревенька не очень большая, зато проработана она на славу. Это отличительная черта игр Ларена. Каждый персонаж в их играх является не просто болванчиком, а настоящей личностью, со своей кратенькой историей, характером и темпераментом. К примеру, в этой деревне есть аж 15 различных стражников. Если бы это был какой-нибудь Скайрим, то все стражники имели бы одинаковые наборы диалогов, и были бы по сути обезличены. Но в этой игре каждый отдельный солдат имеет свои диалоги, характер и историю. Мне это особенно нравится. Но, к сожалению, ближе к середине игры, из-за недостатка бюджета, игра превращается из RPG в слэшер. Но об этом мы поговорим чуть позже. Вот, например, Пауль, сторожащий главный вход в деревню, вместе со своим напарником Юрисом Весельчаком, рассказывает нам, что у них все тихо. Деревушка маленькая, сам он радуется, что ему не приходится каждый день рисковать жизнью в боях. Юрис же, напротив, очень взволнован из-за новостей о драконе и просит нас поскорее во всем разобраться. Довар Велсли, которого я нашел патрулирующим западный отрезок стены, это простодушный парень, который любит поболтать и гордиться своей работой. Но дракона он, к сожалению, не видел. И папаша мой был стражником, и дед мой, и бабушка моя, папашина мама была стражницей. Ну, в общем, вы поняли. Я бы мог рассказывать вам про каждого из жителей этой деревушки в отдельности, но это заняло бы слишком много времени. Так что некоторые неважные для сюжета подробности я буду опускать. Вернемся к нашей истории. Опросив еще несколько стражников, информации о драконе я так и не получил. Завел разговор с торговцем. Тот оказался из Поречья, где, судя по его акценту, все разговаривают на французском. Прочитав его мысли, я выручил себе неплохую скидку на товары, что пригодится потом. Деревенский священник попросил меня осмотреть башню Ловиса, стоящую посреди осколья, и принести ему найденные там артефакты. Судя по его рассказу, Ловис – это пламенный рыцарь, что правил долиной при жизни, и проставился как величайший воин. Дальше по сюжету мы о нем еще не раз услышим. Также отец рассказывает нам про дракона, которого он увидел ночью, прогуливаясь у разрушенной часовни внизу долины. Я, кстати говоря, немного не понял, как они там все прогуливаются у различных достопримечательностей, потому что как только я вышел из деревни, я обнаружил огромное количество гоблинов, которые бегают повсюду. Первый свидетель у нас есть. Нужно найти еще парочку, чтобы сопоставить факты и, наконец-таки, найти дракона. Тут я неожиданно вспомнил, что в игре есть прокачка. Система достаточно простенькая, есть навыки и характеристики. Навыки делятся на два вида. Пассивные, как, например, владение определенным видом оружия, прокачка которого, очевидно, увеличивает урон, наносимый этим оружием, и активные, которые представляют из себя различные фокусы, которые Славик может применять в бою. Я вот вкачал навык «Бросок», и теперь обладаю способностью с разгона прописать врагу по тыкве. Проходя мимо Амбара, наблюдаем сцену унижения бедного фермера Знатью. Обидчик представляется нам Рихардом Гордером, воином Ордена Претерианцев. Выслушав от него парочку историй об Олероте, Героем Слава. Получаем от него предложение коммерческого характера. Он хочет покупать у нас гоблинские сердца. Ну, гоблинов мы и так и так убивать будем, так что глупо отказываться. Потом я решил поговорить с фермером. Видите ли, этот свинопас очень любит своих поросят. А их у него забрали в качестве провианта. Соглашаемся помочь фермеру, и он говорит нам, что если свиньям сообщить кодовое слово «ветчина», то они тут же вернутся в деревню. Почему бы и нет, но займемся мы этим немножечко позднее. Продолжая свое расследование, заводим диалог с кузнецом, который не очень рад нашему появлению, так как он недолюбливает охотников на драконов. Дракона он, конечно же, не видел. Я продал ему свой меч и прикупил новенький топор с куда большим уроном. Опросил еще нескольких стражников, и как оказалось, один из них видел дракона около большого храма в долине. Еще парочку свидетелей, и можно будет докладывать Райне. Знаете, что говорят об охотниках на драконов? Охотники на драконов ростом строля и силой строля. Будь такого не может. Вы тролли-то едва до плеча достанете. Дальше я забрел на мельницу, которую сразу же, как истинный охотник на драконов, подчистую обнес. Благо мельник был не против. Поболтав с дочкой мельника, узнаем, что из мельницы они с отцом не выходят, и дракона не видели. А что это там светится? Опа, ключик. Открыв ключом дверь в подвал, обнаруживаем там целые плантации растений, которые мы также одалживаем у фермера, и стол с какими-то исследованиями. Пройдя чуть дальше, с нами неожиданно начинает диалог дерева. Что ты делаешь в подвале? Муад не знает, что ты здесь, верно? Да человек наверху. Никакой он не мельник, он алхимик. Из рассказа дерева мы узнаем, что мельник никакой вовсе не мельник, а алхимик, который изучает в подвале различные алхимические приколы. Поднимаемся к мельнику-алхимику и задаем парочку наводящих вопросов. Чшшш. Кто вам это дерево сказала, да? Тьфу, вот болтливая деревяшка. Оказывается, что за великим алхимиком гонится гильдия убийц. За то, что он накосячил, и в процессе лечения одного из членов гильдии случайно его грохнул. Для того, чтобы скрыться от них, он переехал в Асколье и взял с собой росток деревянного друга и посадил его в пещере. Соглашаемся помочь несчастному и узнаем, что гильдия уже рядом, так как алхимик слышит шорохи ночью. Значит, нам придется опросить местных, не видели ли они что-нибудь подозрительного у мельницы. У дверей в мельницу я встретил еще одного видевшего дракона-стражника. Сведений по дракону у нас уже достаточно, но край ли я пока идти не хочу. Для начала закончу с осмотром деревни и поручениями от населения. По пути в таверну я заметил странного вида повозку. Ведомо ли тебе сокрытое слово отпирания? Да, 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 говори давай. Нет, я броневазок. Система магической защиты, последняя модель. Я произведение искусства. К ней мы вернемся немного позднее. На входе в таверну сидели два пожилых человека, один из которых утверждал, что видел дракона в окне ночью, а второй убеждал меня, что первый все выдумал. Зайдя в таверну, обнаруживаем, что солдаты тут устраивают пьяный дебош. Вот еще кувшин Эля, как вы просили. Скажи, милашка, а ты кровати застилаешь? Нет, нет, я только еду-питье подаю. Тогда двигай ножками до стойки и принеси нам еще Эля. По какой-то причине в диалоге не было варианта присоединиться к пьянке, так что мне ничего не оставалось, кроме как начать на них бычить, чтобы хоть как-то извлечь из этой ситуации веселье. Но не успела заварушка начаться, как пришел лейтенант и утихомирил подчиненок. Видя то, как солдаты разволновались, мне стало их жаль, и стучать лейтенанту я не стал. Выбрать награду за выполнение квеста было крайне сложно, но я справился. Прочитав мысли хозяина таверны, я узнал про его нычку в кусах у церкви. В одной из комнат таверны я обнаружил шизоида с батискафом на голове, торгующего зельями. Свой странный головной убор он пояснил тем, что он защищает его от умельцев читать мысли типа нас. Вы чувствуете пренеприятный удар. Действительно, мысли его я прочесть не смог. Но ему от этого же и хуже, потому что торговать в нем в таком случае я не собираюсь. В зале на втором этаже мне встретился ЧСВшный охотник, который очень гордится тем, что завалил большого вепря, который висит здесь на стене. В итоге нашим заданием становится переплюнуть его и добыть трофей посолиднее. Находиться в деревне мне немного наскучило и было принято решение пойти на ферму для того, чтобы спасти наконец-таки свиней. По пути мне встретились недружелюбно настроенные гоблины. И я наконец опробовал свой новый топор в бою. В глубине леса я встретил молодого орнитолога. За птицами слежу. Если ты не птица, то не мозоль мне глаза. За птицами, елки-маталки, смотрю. Придумал тоже. Да и хрен бы с ним. Истребив еще парочку гоблинов, я наконец добрался до фермы. Прежде чем спасать поросят, я решил осмотреть дом фермера. И найдя ключ от подвала на деревянной балке под потолком, я устроил обыск этого самого подвала. Кому еще этим заниматься, кроме как охотнику на драконов? Естественно, целью этого предприятия были сокровища, которые он мог там прятать. Я рассчитывал как минимум на две палки кровяной колбасы и подстаканник РЖД. Но нашел я даже кое-что поинтереснее. А именно дневник фермера Карла, из которого я узнал, что тот убил человека по имени Будко Белин, который приударил за его женой. Карл очень радовался, что сумел выйти сухим из воды и по всей вероятности скормил друг свиньи. Я, как человек с обостренным чувством справедливости, решил, что он должен понести наказание. И бегло сперев из котелка картошку, я отправился к Карлу. Я не нарезаю предпочтение. Карл стоял у свинарника, как ни в чем не бывало. Тогда я намекнул ему на то, что знаю его маленькие секреты. Когда же я сказал ему, что обо всем доложу капитану, Карл набросился на меня. Я был вынужден утихомирить его. Нету жду луки. Не стану я гнить в каталажке. Уложу тебе в котелку. А нет, наверное, даже труп свиньям скармливать не пришлось. Тут люди после смерти превращаются в парящий над землей мешок с лутом. С негодяем разобрались, пора бы и свинкам помочь. Искатели не позволили мне высвободить их из загона, так что пришлось забайтить их, сказав, что в лесу обитают женщины. Далее я вернулся в деревню, шинковав по пути гоблинов, пиная кур и унижая кабанчиков. Тут я неожиданно понял, что возможно, если повозка разговаривает, у нее есть мысли. А если у нее есть мысли, то я могу их прочитать. И возможно, таким образом я смогу ее отпереть. И да, это сработало. Ведомо ли тебе сокрытое слово отпирание? Золото больше золота. Люди только и думают, что в презренном металле ты получишь больше золота. Как истинный охотник на драконов, я потратил все свои очки умений на вскрытие замков. Это же именно то, что должен уметь охотник на драконов. Сделав это, я около 20 минут бегал по всей деревне, вскрывая все сундуки подряд и обворовывая местных. К слову, все очки характеристика, как истинный воин, я вложил в силу и живучесть. В таверне мне встретился торговец, которого по его словам обманул стражник, пообещав подстрелить кролика и взяв предоплату. Кролика торговец так и не получил. Придя к стражнику, слышим его версию истории. С каким кроликом? Погодите-ка, вас прислал Адриан Локи? Я вам слово даю, этот Локи, подлый вымогатель. Я отдал ему кролика на той неделе. Стражник говорил достаточно убедительно, и я решил поверить ему на слово. Вернувшись к торговцу, обвиняем его во лжи и сообщаем, что помогать мы ему не собираемся. По какой-то причине нам засчитало провал квеста. Ну, в принципе, черт с ним, потому что свой выбор я сделал и переигрывать не собираюсь. От одной из местных мы узнали, что ночью кто-то шептался возле мельницы в просаженную часовню. Я сразу же выдвинулся туда. По пути, в лесу, я встретил Стражника, сидящего на вышке и просящего о помощи. Победив окруживших вышку гоблинов, я подобрал штурмовой крюк и закинул его Стражнику. Тот спустился и рассказал, как его бросил его конченный напарник в лесу и не позвал на помощь. Стражник поблагодарил нас и поспешно отправился в сторону деревни. Я же продолжил свой путь в сгоревшую церковь, по пути сокращая популяцию гоблинов. В церкви я, как и ожидалось, обнаружил одного из членов гильдии убийц. Он сказал, что прямо сейчас к мельнику направляется их лучший воин, после чего напал на меня. Я успешно устранил негодяя и, придя на мельницу, застал такую сцену. Пробил час расплаты, Муат? Глупец. Неужели ты надеялся, что гильдия убийц оставит тебя в покое? Да уж, гильдия преуспела. Меня начала выслеживать еще твоя бабка. Как ты смеешь без почтения отзываться о великой Пенумбре? Я привыкла казнить быстро, но за такое ты со своей девчонкой умрешь в мучениях. Я вмешался в их разговор и взял мельника под защиту. Несколько раз, получив по голове, я наконец-таки нашел рабочую стратегию битвы, а именно прятаться за спиной мельника и его дочери, отпиваясь зельями. Кстати, это был первый звоночек того, что не стоило вкидывать все очки навыков во взлом. Наверное, охотник дараконов должен не только уметь взламывать замки, но еще и уметь немного драться, а возможно даже охотиться на драконов. Но об этом я не подумал. Победив противника, получаем благодарность от алхимика и награду за квест. Простить его о дополнительной награде я постеснялся, так как ранее спер у него 20 буханок хлеба и обнес весь его дом до нитки. Потом я решил посетить казармы, где ознакомился с доской объявлений о розыске. Во сколье нам предстоит найти и победить 5 особо сильных противников. Поисками их мы займемся позже. В тюрьме я решил прочесть мысли заключенного и узнал секретное слово для прохода в лагерь бандитов. Ну и наконец-то я решил доложить Райане о результатах проделанной работы. Рассказав ей все, что знаем, получаем новое поручение, а именно спуститься в склеп под часовней и победить тамошнего духа. Поединок с умертвей является следующей ступенью инициации и нужен для того, чтобы укрепить память драконов в нашей без того уже поехавшей кукухе. Ловим приход из разбушевавшейся в голове памяти драконов. По пути в склеп я вспомнил, что могу продавать сердца гоблинов Рихарду. У меня уже накопилось несколько штук. Придя на место, я прочел его мысли и оказывается этот коммерс занимается перепродажей сердец в Валероте втридорого. Используя эту информацию, вытрясаем с него побольше монет. После сделки он предложил мне еще одно предприятие. Оказывается, что тот орнитолог, которого мы встретили в лесу ранее, все это время ждал, пока кто-нибудь отвлечет искателей, чтобы выкрасть у них провизию. В общем, на задание его я согласился, потому что кражи и воровство это очевидно главное, чем должен заниматься настоящий охотник на драконов. Кстати, за прошлый квест мне дали неплохой топорик, я решил качаться через парное оружие. Перейдя в склеп и разобравшись со стоящими на пути скелетами, добираемся до притрака. Не так сразу! Поздравляю тебя, охотник. Обряд, совершенный на памятью, не лишил тебя за прежних умений. Оказалось, что призрак этот был не просто призраком, а в прошлом легендарным охотником на драконов. Он дал нам свой меч и попросил зарубить им последнего дракона, чтобы тот наконец-таки мог отправиться на покой. На выходе нас встретила Райна с новостями о том, что дракона выследили. Мы же поведали ей о том, что победили не просто призрака, а самого Арбина, чему она знатно удивилась и отобрала подаренный нам меч. Отправилась она убивать дракона без нас, аргументировав это тем, что нам пока рановато такими вещами заниматься. Обидно, но что поделать. Раз уж меня опрокинули с охотой на дракона, я решил поохотиться за головами, начав с первого в списке Яльмара. Яльмар оказался левитирующим огромным колобком в БДСМ маске, что меня, честно сказать, немного смутило. Понятия не имею, как эта штука вписывается в лор, но я успешно прикончил ее и взял маску в доказательство выполненной работы. Потом я заскочил на ферму и при помощи взятки в 100 золотых убедил искателей, что припасы для Алирота важнее. Вернувшись в деревню, я отдал маску Яльмара, капитан, и получил свою награду. Пересчитав щекеля, я отправился на второй этаж казарм, где обнаружил буянивших в таверне искателей. Те с похмелья поблагодарили меня, что я их не задал и рассказали про нычку лейтенанта, куда он прячет все свое добро. Я мигом отправился туда, чтобы поживиться, но обнаружил на крыше казарм того самого стражника, что бросил товарища на произвол судьбы в окружении гоблинов. Я посоветовал ему сдаться и в ту же минуту вошел его товарищ с капитаном. В общем, посадили его надолго. Склеп, где лейтенант прячет свои пожитки, оказался достаточно большим подземельем со скелетами. Немного непонятно, как сам лейтенант в общем не знаю. В любом случае я приватизировал кучу добра, мне оно всяко нужнее. Закончив обворовывать лейтенанта, я решил пойти к нему же и поболтать. Он попросил меня помощи в одном деле. Дело такое. Последние несколько месяцев большая банда разбойников грабит купеческие обозы. Мы до сих пор не смогли вычислить, где они прячутся. Тем не менее, пару дней назад мы поймали одного из их шайки. Ни угрозы, ни пытки не смогли развязать ему язык. Придется зайти с другой стороны. Помогите ему бежать из темницы. План показался мне надежным, как швейцарские часы. Но вся суть в том, что мне уже известно местонахождение бандитского лагеря и кодовое слово из мысли заключенного. Но лейтенанту я решил об этом не сообщать. Вся эта затея звучит достаточно весело, да и отказываться от квеста мне не хочется. По пути в сгоревшую церковь я сообщил крысовату, что искатели добровольно покинули пост и он может забирать припасы. По-быстрому вернулся к Рихарду и получил свою награду. Опять не дойдя до церкви, я наткнулся аж на два данжа. Первым я перебил кучу гоблинов и нашел маску. Больше ничего интересного там нет. Маску я, кстати, надел. Выглядит она достаточно прикольно и, судя по описанию, является частью какого-то сета. Во втором же данже, пройдя через армию скелетов, я встретил достаточно интересного персонажа. О, а вы кто? На Берии занимается некромантией. Собирает монстров Франкенштейна из кусков трупов, чтобы те помогали своим хозяевам в бою. Но его творения разбежались и он просит нас помочь найти их. В обмен он сделает нам личного монстра, который будет сражаться за нас. Приложение заманчивое и отказываться от него я не собираюсь. Тем более, против некромантии я ничего не имею. Также он подкинул нам еще немного информации про Ловиса, в башню которого мы вскоре отправимся. Вам наверняка рассказывали или еще расскажут о доблести Ловиса и о его наследии. Но мне действительно известно еще кое-что. К примеру, считается, что мастер Ловис состоял на службе у пламенного мага Махоса. Однако подчинялся он одному только ураборосу, богу драконов. И вот еще. Думаю, никто уже и не помнит, но причиной краха мастера Ловиса стало вторжение Баала. Демон Баал разорил нашу долину и после этого славный мастер так и не оправился. Оставляем его пока что в пещере. Наконец, дойдя до сгоревшей церкви, я потянул за рычаг под алтарем и попал в тайные подземелья. Перебив по пути кучу скелетов и гоблинов, добираемся до темницы, где обнаруживаем, что узника уже освободили и без нашей помощи. Эй, море здорово! Что снова на свободе? Не знаю, как и благодарить вас обоих. Благодарение меня от Скайфеля вот кто вернулась по части побегов. Стоп! Что тут? Мне удалось разрулить ситуацию, сказав, что я не собираюсь никому рассказывать об увиденном и меня даже пригласили в их лагерь. Ха-ха-ха! Ты мне нравишься! Послушай, заходи к нам в лагерь. В накладе не останешься, это точно! Ну, раз уж они направляются в лагерь, пойду за ними. Вроде нормальные ребята, может быть потусим там с ними и еще что- А! Окей. Ладно, сам доберусь, благо дорогу я знаю. Отправился я, в общем, через всю карту к лагерю разбойников, но, как водится, не дошел. Нет, опять охотник. Мне на сегодня охотников хватило. Мой топорик. Погибель охотников. Я потеряла его в бою. Кто бы его не подобрал, пусть он убьет Райну. Если бы я только могла, я бы просто разодрала тебя, как и многих других охотничков. Жалкая солдатня, тащитесь за мной, поганые собаки. Райна дерется, как одержимая. А ее меч, он так жалит. Они были слишком сильны. Они достали меня, Талану, последнюю из пламенных рыцарей. Скоро умрет последний пламенный рыцарь. Наверное, я понимаю твой гнев и твою боль. Да ладно. Сострадательный охотник. Может быть, ты даже видишь дальше серебряной пелены на глазах? Нет. Как люди могут быть настолько глупы? Они гоняются за драконами и не видят настоящей угрозы. А она уже поднимает голову. Я покажу тебе зло. Сейчас оно скрыто, но рано или поздно снова попытается захватить наш мир. Позволь, я покажу... Как ощущение, охотник на драконов? Каково это? Вдруг оказаться в теле существа, которые ты ненавидишь больше всего на свете? Ну что ж, привыкай. Я вложила в тебя самую суть моего бытия. Охотника больше нет. Есть пламенный рыцарь. Видишь эти кошмарные сооружения? Это все порождение изгощенного ума Дамиана. Истинного проклятия Ревелона. Я отдала тебе силу Дракона не просто так. Теперь ты продолжишь священную войну. Уничтожить его и делать чести для всех Драконов. Дракон. Дракон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok